Доброго времени суток, это Ромулус ТВ и мы продолжаем наше странствие по просторам средневекового Европы. Так, сумели мы навести порядок на наших границах немного, но война с Испанией никак не облегчает наше положение. Одно радует у нас большой торговый ресурс. Наши финансы практически безграничны для нашего развития, но не для армии. Содержать большие армии у нас нет возможности. Поэтому все деньги мы вкладываем в развитие. Настало у нас флота. Спалили его Мавры, но мы за это город сейчас уберем. Вернем, так сказать, на родину, Мавританский город, Священную Римскую Империю. Ну что ж, скоро и Лондон, и Закреп, и Константинополь. Все будут городами Священной Римской Империи. Все будут возвращены на свою родину после долгих и долгих скитаний. У нас опять-таки жених пенсионер. Не дадим ему замуж дочку нашу. И попытаемся убить. Но наконец-то. Вот мы убили. Наконец-то наследника престола мы ликвидировали у испанцев. Долго он от нас спрятался. Да не спрятался. Здесь у нас торговля на торговле. И кальмария. Мы построены на дороге. Да, у нас огромное блажение в торговле. Да, и как я вижу баланс, он уже такой непростой. 17 тысяч дохода у нас остается в конце концов. Что ж, можно попытать счастье. Я думаю, это же добавить много нашего гарнизона. Силы. Средств. Сейчас мы соберем здесь, наверное, армию. Которого еще не было. И просто лавиной с метем. Все африканские владения мавров слишком нагло это с их стороны осаждает нас. Мне кажется, надо ли пресекать это все дело. Не выслушать, но на большее не рассчитывать. Так, ну. Дайте вассало. Ну ладно, пусть переживают. Сколько атак было со стороны Испании. И все бессмысленные оказались в конце концов. Мы сумели победить абсолютно всех. Наказать, что мы здесь единственные, кто достоин быть победителем. Пора-ка нам иметь разведку в городах, принадлежащим нашим союзникам. В ближайшим венецианцам, поскольку у них очень большая армия. Пропасая все эти армии, в любой момент такая армия может быть брошена против меня. Поэтому пока у них есть такие большие армии, спокойно мы себя не сможем ощущать. Разобьем один из отрядов врага. Ну пока что будем мост держать. Ух ты, погоду кто-то нам решил испортить. Мы не поддадимся этому соблазну. Таким, уничтожим врага. Продолжение следует... Так у врага больше не осталось ничего. Если ничего не изменится, враг обестровлен. Мы истребили по моему его армии. Ну вот мы и доказали наших врагов. За то, что они посмирены на нас напасть. Так вот. На самом деле мы на них напали, но неважно это все. В настоящий момент. Противник бежит за ним. Противников мы не оставим в бою. Разве что печь там, по-моему, мы можем их оставить. И так, армия врагов была повержена. Мы стали на шаг ближе к победе. Но враги теперь закрепят. Держи. Хорошо бы, конечно, было в город. Насколько взять, но пока что не помню. Ладно. Движемся дальше. Сотый ход. У нас 49 властей. Из необходимых 70. И перед нами колоссальные перспективы. Хочешь захватывай Венецию. Хочешь Францию. Хочешь воюй с арабами. Точнее с маврами захватывай их. Никто не может помешать. Ничто не может помешать. И у нас есть 12 тысяч чистой прибыли, которая набежала к нам за предыдущие хода. Вот так вот делим мы мир на запад и восток своими территориями, которые врезаются. От Африки до Скандидарии. О, мама или жених. Делаем сезиденцию гильдии вооружов. Давайте мы вообще нафиг снесем. Давайте торговать. Зальцбург. Давайте также торговать. Дерн. Триполи у нас чего-то не хватает. Наверное, казармой городской страницы не хватает. Нью-Чипинг. Давайте порт. Штетин. Штетин у нас не хватает торговли. Нет, у нас здесь земли не хватает. Землевладение. Здесь все есть. Можно тоже земель построить. Эль-Махдиа. Так, также построим здесь рост населения. И Дижоне. Мы будем строить аршаемые поля. Нет. Не, ну пусть аршаемые поля будут. Реймс. Тоже торговля. И последний город Тунис у нас будет строить. Что бы вы думали о дороге? Вот так вот. Полностью потратили все деньги. Сделали капитальное вложение в наше будущее. Здесь гибнет наш полководец. Но он открывает значительную часть нашей карты. Скандинавской карты. Ух ты, прислал. Так, вижу я здесь недопрожелательное намерение наших соседей. Поэтому надо будет сюда. Доправить каких-нибудь дополнительных сил. Так, не хочется мне верить, что поляки придут тут к нас. Очень не хочется, потому что поляки нам берут друзьями на очень долгое время. Ладно, давайте какое-нибудь воскрайнее здание построим, допустим, и не вести. Так, вот теперь есть баланс. Жду приказаний. Так, мой король. Жду приказаний. Мой король. Мелон. Так, мелон. Вперед. Жду приказаний. Объединяй. Мой король. Жду приказаний. Так, вперед. Позабьем еще один отряд наших врагов. Недалек тот час, когда мы нанесем окончательное поражение нашим противникам. До этого момента надо еще дотянуть. Ну что ж, балл практически 80 ходов. Было страшного беспорядка. А теперь мы наведем порядок. Хм, никого не убили первым залпом. Надо же. Надо же. Пока все складывается в нашу жизнь. Если ничего не изменится, мы победим. Так, есть такое. Мы потихоньку наносим поражение нашим противникам. И недалек тот час, когда это поражение вылетает тотальное поражение. Все, есть такое дело. Враг, их полководец сбежал, как пас... Враг бежит. Догнать и уничтожить. Хорошо мы движемся. Немного остается времени. И буквально каких-то там несколько минут, и мы разобьем окончательно противника. Ну вот мы добиваем последний отряд противника. И выигрываем эту вот битву. Вот так враги подбирают 350 своих солдат. Больше не останется у них надежды здесь. Но мы тоже понесли небольшие поражения. Засада устроена, Милон. Не будем еще вид наших врагов. Парага подсказывает. Умри, язычник! Назовите место, где мы вступим в бой. Ладно, отступим немного снова. Берем, жду приказать. Нас ждет новое подкрепление на следующий ход. Ну что же, дорогие друзья. Благодарю вас за ваше внимание. Оставайтесь на моем канале. Оставляйте свои комментарии, лайки. До скорого! До свидания! Продолжение следует...